так сейчас мы с вами поговорим про теплицы я должен на этом и наше время выйдет ну как по-другому не умею половина из вас уже разбежалась после моих этих самых криков здесь потом сами вернетесь прочтете здесь есть много неудач значит на всякий случай еще раз все растет плохо саженцы отдал знакомому дачу лесную зону в лесную зону за лето вырасти на 2 метра то есть носил сад отдал знакомую теперь смотрите абрикос вот тут у меня с ним есть восхождение он мне написал письмо вот что я покритиковал и он решил рассказать вернуться к этой теме а критиковал я почему я тогда тот персик который плохо себя чувствует скорее всего вред я считал что он в этой самой как как поликарбонат поликарбонатных пропали в общем в теплице без окон без дверей так образно говоря и там ему очень плохо да именно персику посоветовал отсадить сейчас копнем глубже дело в том что он решил дальше садить ну пусть не персик на тогда хотя абрикосы так еще кое-что тут немножко меня память отложилась от разговора по телефону много здесь когда я увидел вот это вот я схватился за голову по женке ты мой хоть это степь а кто сказал что когда он у него не росло под открытым небом так что если он все это посадит это сама я прошу прощения за то что я может быть соль на раны сыплю но у нас был уговор вернуться к этого разговора и получается что я считаю так если вот здесь вот практически тостепь такое место но вроде удобно и не надо ничего вырубать здесь плохо все росло очень плохо у меня росло несколько попыток и вдруг он закладывать теплицы чтобы там у него рос промышленный сад извините я так понял если я правильно понял дмитрий вот я представлял себе асад а у него там еще слова прозвучил знаете какое коммерческое где-то тут написано что для коммерческого использования а это означает что он рассчитывал на что я сейчас хочу перейти на другие рельсы если здесь будут расти высокие до высокие здесь будут расти те же абрикосы сумасшедшие урожаи ну в теории да может он когда-то вот это вот капитальнейшие постройки окупится но я пытался искать они будут здесь абрикосы расти вот не будут и все есть промежуточный вариант все таки абрикосы у вас есть свои наблюдения как вы написали здесь абрикосы рассудящий всех воздух сухой как пустыни да это как раз для абрикосы вы очень наблюдательны и теперь получается так теплица почти готова потрачено очень много сил но я не то что вот если поликарбонатная да если просто все это закрыть абрикосы там пропадут это не можете даже не сомневаться просто поверить не на слово вот почему вот эти вот матовые теплицы матовым освещением солнце абрикоса много солнца не будет солнца помните я специально когда я для него готовил эту речь в начале ну там про ну не будем возвращаться что такое фотосинтез что такое солнце как она преобразуется крахмалу глюкозу помните не будет этого ну еще вариант когда он может быть как есть теплицы я тогда сделал хитрее разговор серьезный был бы он один а вы знаете мне с этими теплицами достали я еще теплицу 5 просадил у меня теплица на 7 метрах то есть 16 напоминаю 16 кортик открыты и дверь открыта и полностью напротив двери 5 фортик все открыты со всех сторон открыты вот так вот всего это еще терпимо и абсолютно здоровый этот с персиковый сад и на второй год первые плоды абрикосов этот умер не пройдет это я считаю так но я сейчас у друга я что сделал я набрал теплицы и вот теперь когда если мы поглубже вникали если бы у нас был бы огромный опыт просто большой опыта теплицы и прицом рознь вот такая теплица если то у вас но подрывается папа больше вот здесь я так думаю что ваш персик вот такой растет с дверью пусть открыты не будет расти пропадет но попадаются теплицы но они еще дороже и они еще ветер открыты вот есть промугами теплицы обратите но еще дороже если раскрывающийся потолком есть теплицы я тогда чтобы долго вас не затруднять я решил так вот это вот надо все теперь пристроить к делу деньги потрачены я вам тогда что после все это критики после такого невнятного моего ответа вот и причем я сказал я уверен но тем не менее вы можете попробовать вырастить абрикосы через сколько лет по всем сетям дать сигнал не вздумайте потерять был опыт меня не вышло я потратил сотни тысяч рублей я вам предлагаю перейти по телефону сказал об этом на производство саженцы во первых вот когда пор знать почему я дошел до того письма семи матвеев которые меня благодарили потому что тут же рядом с ними в этом же любимым омске существует очень крупный плодопитомник и когда я открыл он посмотрел она же омске мне надо дать им совет какой мой совет семье матвеева начали хорошо и поленились приехали ко мне общались прошли весь курс вот грамотная толковая дети толковая вот и надо вытеснять те самые вот там есть я не хочу называть ни адрес ничего даже название не буду но у вас омске есть питомник который и сайт я готовил этот разговор когда у меня поблагодаря я тоже должен сказать имейте совесть увеличивайте питомник вытесняйте халтурщиков когда я посмотрел его так что я увидел на их сайте я увидел то чего омске нет и быть не может те же самые роскошные фотографии из интернета и тут же да они показывают у нас все есть у нас есть но показали два фильма со скромными плодами слив и по моему все остальные фотографии то есть меня такое впечатление не хочу на них пальцем тыкать потому что там люди работают останутся без заработка вот питомник скорее всего да да нет у меня нет такой известности чтобы они пострадали то есть как люди будут покупать 99 процентов что у них вы можете это проверить можете потом мне на ушко шепнуть а матвеевы съездить туда сказать давайте по обмену опыта мы новички вот у вас тут нарисована этот самый не нарисованы вот у вас тут фотографии прекрасная фотография вот можно попробовать уже сейчас время у меня абрикосы сыпется вот значит где ваши абрикос дайте попробовать дайте один плодик попробовать а там же два-три фильма и обрывали на одном вот такие вот смотрите вот когда они рекламируют свой абрикос да показали если не а он вот такой вот а на фотографиях то они у какие пусть вас угостят а почему я говорю потому что вот этот вот уже под красноярском вот это вот то что видим деньги потрачены большие дмитрий послушайте моего совета красноярске в годом раньше помните завалили этими молдавскими где сейчас все саженцы с молдавии их тысячи десятки тысяч красноярцы накупили лучшем случае костре хоть какое-то тепло дадут знаете взял порубил на кусочек костер на костре развел эти самые шашлыки поджарил вот пользу только дрова все где они сейчас все откуда в красноярске это молдавские могут бы жить так вот давайте-ка засуществить рукава и мой совет от души и сделайте из них что вот к этому подходим пусть здесь будет питомник я посмотрел питомники это тоже дело непростое ребята это учеба слушайте меня я посмотрел питомники набирая сайты самых известных научно-исследовательских институтов так которая занимается врачи новых сортов испытанием новых сортов производства новых сортов и у них а куда деваться у них есть довольно шир на площади так называемых саженцев возможно на продажу а может их надо так много вырасти для отчета они почему-то под крышей больные мне вот это убило и вот когда я поглядел на ваши эти самые я вспомнил а есть у меня одна фотография вот видите это таджики это теплица простенького типа простейшее дерево вот это крупнейший россии питомни вы догадывались кто-то знает почему я так хорошо подробно знаю что здесь на фотографии фотографии то чего если вы будете делать дмитрий извините морду то есть не смогу достать до вашего лица дело в том что они ошмигиваются сейчас а потом садят их в этих вот такие вот лет ну знаете литровая из подвиза этого дешево не бывает все саженец готов продаж повторяю выкапывает вырастили под пленкой так и ошмигали им же надо штаб же ну что вы их же у них же есть агрономы есть я знаком с двумя трима обязательно видите листья вот лежат ошмигнул засунул в этот самый притоптал все саженец выращен сокрытой корневой системы они же и дороже и на рынок вот вот так вот теперь почему я показал потому что не велик грех будет для вас вырастить саженцы питомники не больше одного-двух лет дальше они расти там будут начнут загибаться одного к этому времени уже и выкопаете и продадите и еще один секрет вот хотя эту форму допустим вас уже устоявшиеся надо умудриться сделать так это уже вы смогли вот это сделать вот еще раз говорю промышленный сад исключен выброшенные деньги перри оборудовала это все вы наоборот становитесь богаче в разораде но так же я не зря это вспомните у них вот эти съемные эти сам у вас начало все закрыто у вас раньше что такое красная это не испании не италии здесь пригративный период на два-три месяца меньше чем испании и италии класс раньше начнете в марте под пленкой так привяжите приживутся пошли в рост в апреле в мае пленку как вы будете или снимать я не знаю или хотя бы похитрее конструкцию она не она была скорее всего ваша теплица предназначена для полного этого закрытия да как же от этого от непогоды а здесь надо чтобы иногда и дождь и попадал поняли а желательно летом солнце прямое солнце лучи то есть часть времени закрыта пленкой большую часть середины лет открыта пленкой от непогоды закрыта но если уж вот это умудрились сгородить для промышленного сада то еще раз от всей души говорю вытесняйте мошенников из красноярского рынка тоже вытесняйте вот я еще когда увидите фильм да я снимал так обидно было уже уже об на абрикосах нам которые надо продать не бы не продали уже абрикосики висят специально чуть-чуть сломал залез туда это все-таки горы вот ты предоплату то не взял то ведь держал дать для человека красноярская причем а это все взял и не приехал взял и не забрал они растут как бешеный абрикос а теперь топор этом сам чуть не расплакался в глядях чтобы вот на эти самые на его саженцы которая ну еще я завтра с утра начинаю обзванивать красноярская телевидение санагорская я пока хоть бы кто-то приехал или что ты предь вот эти вот купит все-таки ведь это уникальная вещь это горы думаете там климат сахар в общем дмитрий как мог рассказал или вы переходите на саженцы и может быть это судьба что я увидел ваши теплицы схватился за голову до чего же это самое сколько труда да еще если как у вас руки не опустились после первых неудач но этим вы не спасете от непогоды теплицы не по а вот выращивать саженцы растянуть в экстрактивный период это обязательно надо вот так вот так теперь а ну меня в общем сейчас я надеюсь это все что рассказывал не обидно вот просто мы с вами заодно еще можем утешаться тем что мы с вами стали с авторами темы чего не надо делать чтобы упредить других потому что у железовой теплицы на теплицы на теплицы на теплицы одно название повторяю все таки не появился сочетал 60 помощь 16 порточек маленькая это самая там на 10 12 уже потолок уперлись вот высокой были растут как бешеные и у вас есть возможность за один год выращивать полноценно саженцы торговать ими и вытесить мошенников с казарского рынка так ну все это мы проходили теперь я что хочу сказать у меня еще осталось 10 минут а придите это фотографии сегодняшний номер или как гранит позавчерашние вот и подарят эту дочерашнюю вот фотографии позавчерашние урожай слабо я сразу говорю а как отсчитывать перетены то рассчитывать но будет тянуть до середины и зимы единичное положение академика получше королевского но королевского сразу будут писать в скобках 10 штук в одни руки а потом помните как в прошлом году а тем кто после нового года и вообще не достал вот но год такой чтобы поделать до сих пор а за время ф а Продолжение следует...